Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, Вечный зов, добра и света, Вечный зов, родной земли. Дорогие дети, сегодня мы с вами живем в мирное время. Над нами не летят ни бомбы, ни самолеты на улицах. Нет вооруженных людей, танков, не слышна канонада, стрельбы. Мы можем спокойно смотреть в видео, ходить в школу, заниматься спортом, ходить в кино, ходить по магазинах, театры, музеи, спокойно развиваться. Но это мирное небо нам досталось благодаря тому, что наши с вами, то есть и ваши, и наши, деды и прадеды, в свое время, а в свое время это вся тысячелетняя история, сто-летняя, тысячелетняя даже история нашей Родины, нашего Отечества, Отечество, оно так и происходит, слово отец, отцы и деды наши с вами, отечество. Вот они завоевали вот этот мир. И они завоевали, смогли завоевать только тогда, когда они были дружны между собой. Это значит, вот в нашем классе сегодня учатся люди разных национальностей, разных предпочтений, скажем, религиозных, разных каких-то взглядов. Но мы все едины именно в этом многообразии. И в свое время, именно перейдя через вот это, как бы, различие, перешагнув через него, люди, объединившие, ставшие дружными, наши с вами, деды и прадеды, смогли увеличить свою силу и победить всех врагов на протяжении столетий и тысячелетий. Ну это очень просто, даже если мы посмотрим на другую. Вот один правец, что он может сделать против, например, в борьбе с врагом, да? Сложно. А если несколько пальцев объединяться в кулак, он уже станет сильным. Правильно? И это уже сила начинает помогать вам победить врага. Вот такой же принцип во всей природе. Только объединение, только единство, только через эгоизм, через самолюбование, через самовосхваление, а наоборот, идя навстречу друг к другу, чему вас учат наши учителя, ваши учителя в школе. Вот только таким способом есть, только такой метод позволяем в этом. Всегда побеждать везде, всегда и во всем. Точно так же произошло 75 лет назад. Фашисты наступали на нашу родину, пытались нас захватить, поработить, но мы объединились всем благонациональным государством, которого в то время называлось Союз Советских Социалистических Республик, и победили врага. Один из легендарных примеров такой победы стал город Ленинград. В то время назывался так город, который в мире называется Санкт-Петербург. И вот в то время люди не сдались врагу и 900 дней держали оборону этого города Ленинграда. Были в оконном блокаде. Они голодали, им не хватало патронов и так далее, но они все равно победили. И вот эти 900 дней они продержались в полном окружении, так называемой блокады Ленинграда. И 75 лет назад, 27 января 1944 года, да, Марина Васильевна? Вот. То есть 75 лет назад так и называется прорыв блокады Ленинграда. То есть эту самую блокаду, в которой окружение прорвали кольцо этой блокады. Вот этой, этому памятной дате, 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда посвящено наше с вами сегодня мероприятие. Сейчас можно, наверное, свет включить приблочек. Ну, здесь мы с вами говорим о, как бы, о конце времени, да? Время идет, но города, которые наши с вами отцы и прадеды построили, освободили, защитили, стояли, стоят и будут стоять. Вот это сегодня город Санкт-Петербург. Это культурная столица нашей Родины. Здесь, видите, какая она красивая, какая она прекрасная. В ней уникальные дворцы, уникальные технологии, что-то уникальные люди. Туристы со всего мира приезжают, восхищаются красотами, гарнитажами, репетра дворца, Петербургом, Мариинским театром и другими мировыми достижениями культуры нашего человечества, которые наслезоточены в городе Санкт-Петербурге, которые не называют Санкт-Петербург, но в то время назывался Ленинград. Город промышленности, город культуры находится на берегу Балтийского моря. Там парты, река Нивгора все правильно, да? Идите, что-то я не знаю. Это, как и кольцо времени, оно сейчас Марина Васильевна продолжит. История человечества, она не знала о какой самоотверженности, такого бессмертного, примерного мужества каких-то или в годы Великой Отечественной войны и в годы остаток жителей стойкого трактного Венграда. 22 июня 1941 года это было лето. Пора отдыха, пора выпускных экзаменов. выпускники уже сдавшие экзамены, они уже готовились к светлой будущей жизни. 22 июня 1941 года их устремление к медной свободы и счастливой жизни первого Великой Отечественной Войны. Внимание! Паворизм Москва! Паворизм Москва! Доявление Советского Правительства граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня 22 июня и 3 часа утра без объявления войны нерванские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы по многих местах и подвергли бомбардировке города Шитомир, Киев, Демостополь, Аунах и другие. Аунах и другие. Памятник Родина Майя 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 Объединился, вскипая как волна, ведь идет война народная, священная. За Родину, за Отечество, за наших предков, за вашу сводительную мирную жизнь. Пусть ярость благородная, вскипает как волна, фашисты шли нас уничтожить, как людей, превратить нас в рабов. Сжигали детей, приезжали к нам сюда, в Россию, из Голландии, из Испании, из Италии, где только немцы шли, вся Европа, со всего мира собрались фашисты и уничтожали нас как население, как культуру. Сегодня мы говорим на русском языке, а они хотели, чтобы мы говорили на таком угодном языке, русского больше нет. Собирали все селами и сжигали, расстреливали, без жалости. У них была такая идея, что они лучшие, а мы, какие-то обвозы человечества, это у них такая идея была, а наша идея, что мы все равны, и все имели право. У многих из вас, деды и прадеды, погибли на войне, погибли в том времени, бабушки, дедушки. Но вы выжили, значит, не свои жизни, а так или не зря. Священная война закончилась победой советского, русского, многонационального народа. И мы должны помнить подвиги наших с вами, дедов и прадедов. Это война народная, священная. За нашу с вами свободу и независимую. Спасибо вам, если вы это прочли. Спасибо. Продолжение следует... Враг прорвался к Ленинграду. В конце августа силы лучшей части немецкой армии подошли к Ленинграду. То есть это части армии, которые не знали поражения, которые на сколько, вероятно, напав в июне 41-го года на нашу страну, уже были у стен Ленинграда. 28 сентября 1941 года врагу удалось сомкнуть кольцо вокруг города Ленинграда. Казалось бы, что город должен пасть. Но ленинградцы не собирались вдаваться врагу. Я вам сейчас зачитаю и с радиопередачи говорит Ленинград. Это сентябрь 41-го года, начало 2-х до Ленинграда. Мы, ленинградцы, будем биться с врагом так, чтобы наши дети, наши дети, это вы, это мы, могли бордиться делами своих отцов, которые не только строили и украшали свой город, но и защитили его смело и отважно. Жертвую всем на благо Родины. Мы победим, ибо хотим жизни, свободы и счастья. Очень много трагических дней пережил Ленинград. 900 блокадных дней. Но запомните цифру. Блокада Ленинграда продолжалась ровно 872 дня. 872 дня усталости, героического выживания, голода, страха, холода пережили эти героические люди. На пробел надо нажимать, да, чтобы следующий? Ну, условно, как бы обобщая, говорят 900 дней, да, чтобы было проще запомнить. На самом деле, это вот с момента закрытия, как бы, вот этого кольца до момента прорыва блокады. А потом это кольцо еще разжимали, разжимали, разжимали. То есть оно до этого, как бы, сжималось, а до этого... Ну, вот поэтому, условно и говорят, как бы, для простоты запоминаний 900 дней. На самом деле, это 872 дня. Вот вы видите здесь даты с сентября 41-го года по 27 января 44-го года. 27 января, вот скоро у нас с вами наступит, это день 75 лет прорыва этому блокады Ленинграда. То есть, если мы представим, что если 22 июня 41-го года война началась, то уже в сентябре враг окружил Ленинград. Почему? Потому что он близко был к границе. Вот. Поэтому они рвались к нему, направили все самые элитные войска, как уже говорили, которые, правда, захватили всю Европу. И Францию, и Чехию, и Италию, и все-все-все-все-всю Европу уже работала. Вся промышленность Европы работала на фашинцах. И в то время было принято решение город не оставлять, жителей не выводить и не сдавать врагу. Ни в коем случае. То есть, это было своего рода символом единства нашего народа, непобедимости. И вот эта непобедимость, нерушимость наших идеалов, нашей идеологии, что все люди равны и должны жить в мире и счастье, вот именно за это мы и боролись. И мы видим, что здесь все силы были вошли на защиту родного города. Ленинград врагу не отдадим, чести своей не опозорим. Более миллиона жителей и защитников города погибло в то время в блокаде Ленинграда. Из всех этих смертей, из всего этого миллиона, лишь 3% приходилось на, скажем, на боевые действия, на артобстрелы и на бомбардировки. И 97% из этого миллиона погибли от голода. Почему? Потому что город был полностью блокирован. И невозможно было доставить никаким образом туда продукты питания. По воздуху сбивали, по земле была территория захвачена. И вот люди как могли в этом городе, так и выживали. Можете представить, какой ужас? Не пробовали под землей? Под землей пробовали, но вот слишком большое расстояние. То есть несколько сотен километров. Если шахту прорыть несколько десятков метров сложно, то несколько сотен километров. Вот сейчас возьми на машине, поедь от Москвы до Ленинграда. Сколько это будет километров? Ну почти тысячи километров. Ну попробую, ямку прокопаю, хотя бы у себя в огороде или где-то на даче. Так вот, метров 10. Просто по земле траншею, а не под землю. И поймешь вот этот гигантский труд. Хорошая идея, но в то время еще эти технологии, молодец. Но в то время эти технологии еще не достигли. В последующем мы вам расскажем, как был этот вопрос решен. Я люблю лопаты, песочницы, большие. Да, вот. И вот ослабевшие от голода люди, замерзавшие в лютые морозы. Вот сейчас вот представьте, морозы. Топлива нет, еды нет, боеприпасов нет, ничего нет. И вот в эти лютые морозы, да, люди не просто там выживали, а еще и побеждали фашистов, которые рывались каждый день. Их питала вся Европа, кормила, поила боеприпасы, бомбы, самолеты, танки, снаряды. Вся Европа сражалась с Ленинградом, с одним городом всего лишь, понимаете. И не могли никак их победить. Вот какое мужество и какой героизм. Электричества не было, воды, воду брали, прямо из речки прорубали. То есть, город полностью блокировал. Но, несмотря на это, люди не сдались. Вы здесь видите, вот дети, насколько были, скажем, ослабевшие от голода, уже, вот видите, прямо иссосшиеся. То есть, потому что от недоедания. Вот. И минимальный паек хлеба составлял 125 граммов. 125 граммов. Вот мы, у вас в школе проводили акцию «Хлеб войны». И на 9 мая мы тоже на центральной площади нашего города проводим акцию «Хлеб войны». Вы можете представить, что такое 125 граммов. Или придите домой, возьмите весы и измельте, сколько это 125 граммов хлеба. Это вот столько еды на день. Не на завтрак, не на бед, не на пол, не на ужин, а на целый день. Вот такой маленький кусочек, вот столько еды. На целый день. И так никак не один день, а так все 900 дней. Вы можете представить. Но другая часть населения, которая на фронте сразу, которая на предприятиях работала, им были повышенные бои. Ну, как бы люди, которые гражданские, отдавали часть своего хлеба, чтобы те сражались за город, за несоветимым. Вот здесь приведены цифры, что 107 тысяч, более 107 тысяч бомб было сброшено на город. 148 тысяч с половиной снарядов. Можете представить, какой гигантский объем вот этого разрушения было направлено на город. Сотен тысяч десятков и сотен тысяч бомб и снарядов на город постоянно сыпалось. Но люди не сдавались. Гигантские разрушения, вот вы видите, во всем городе были. Но все равно люди не сдавались. И вот было найдено решение, которое мы с вами все пытаемся найти. Как же помочь этим жителям блокадного Ленинграда? Была построена дорога жизни через Латовское озеро. То есть озеро замерзшее, и по нему, и наши, плюс еще наши войска чуть-чуть ближе подошли, да, можно было каким-то, ну если большая техника, например, танк мог провалиться, да, вот. А легкие вот машины, да, люди могли на санках, на салатках через это все пройти, проехать. И вот была построена дорога жизни, но озеро, это же озеро, местами лед проваливался, машины проваливались, люди проваливались. Несмотря на это, все равно поддерживали, вытаскивали, спасались и доставляли и боеприпасы, и могли достать какие-то продукты питания, да. А как вы на озере не могли заметить немцы? Немцы заметили, бомбили, поэтому постоянно шла бомбежка. Постоянно шли боевые действия, как они не знали, они знали прекрасно. Но это война, это противодействие, это право противопорство. И именно силой духа, единством, не давали фашистам нас одолеть, говори. Конечно, блокадный Ленинград, даже к нам в школу приходила блокадница Ленинграда, выступала. На нашей, вот можете посмотреть, у нас все это размещено на наших информационных ресурсах. В то же время была проведена эвакуация. Полтора миллиона человек, почти половина населения города было эвакуировано. В основном, что такое эвакуация? Это просто садили на вагоны и вывозили. Людей вывозили в Сибирь, на Урал, в Казахстан, в Узбекистан, куда угодно. Людей вывозили, чтобы спасти людей. Бывало такое, что в Сибирь приезжает одна семья, дом, вот, к примеру, мы живем, условно говоря, домик у нас, семья, там дети. К нам привозят еще десяти детей из блокадного Ленинграда, размещайте. И вот плюс наши дети, плюс еще десять детей. И мы их кормили, поили и спасали. Для оповещения о бомбежках было установлено полторы тысячи граммкоговорителей, чтобы люди вовремя могли укрыться от бомбежек. Но люди не могли слышать, и придумали метроном, если еще такое понять, как ленинградский метроном. То есть, сигналом тревоги звучал вот этот звук метронома. Потому что электричество не слышало. И люди слышали. Да? Сейчас вот Мария Владимировна включает. Вы понимаете, да? И вот этот метроном, по ритмичному, еще назвали живым сердцем Ленинграда. Ну, что такое метронома. Понимаете, да? Понял? Вот кто музыкой занимается, кто слушает. Вот. И это назвали живым сердцем Ленинграда. Ну, давайте, вот сейчас песню послушаем про ленинградский метроном. Мне тебя забыть бы надо. Мне тебя забыть бы надо. Только все напоминает мне сегодня об одном. Ленинградская блокада, Ленинградская блокада. И стучащие неустанно ленинградские метрономы. Ленинградская блокада, Ленинградская блокада, Ленинградская блокада. И стучащие неустанно ленинградская блокада, Ленинградская блокада. И стучащие неустанно ленинграда. Ленинградская блокада, Ленинградская блокада. И стучащие неустанно ленинградская блокада. В метроном не пополкает, В метроном не пополкает, Пусть так все света погибших И сегодня в днем сучат. Вот здесь вы видели... Вот вы видели, да? Сцены из блокадов Оренграда. Видели дорогу жизни, прямо через вот этот лед. Видели наши самолеты, которые сопровождали вот эти колонны. Видели, как люди черпают ледяную воду. Видели, как прямо на улице люди замерзали, умирали. Дорогу жизни можно показать. Дорогу жизни небольшую показать. Фильм? Да, пожалуйста. Маленький. Вот про дорогу жизни, пожалуйста. Видите, идут трактора, проделывают какой-то в снегу проход, чтобы могли машины проехать. За ними тут же едут машины. Эту колонну сопровождают самолеты, потому что постоянно идет бомбежка. Вот видите, машины идут с грузами, с едой, с горючим, с боеприпасами. Потому что город сражался, воевал. Он не сдавался. Вот благодаря этой, видите, фашистские самолеты летят бомбить. Кому? Фашистам? Фашистам, чтобы нас поработить. Они и сейчас хотят нас поработить. Фашизм ведь и сейчас. Сейчас? Да, на Украине фашизм. Ну вот видите, люди знают, и в других странах есть такие, которые называются фашистами. Которые говорят, мы лучше, а все стали хуже нас. Это такая идеология, понимаете? Вот видите, идет машина, и тут же взрывается. Видите, тут же бомбежка идет. Видите? Вот так вот. Ночью идут. Фары. С одной стороны, надо видеть, куда ехать. А с другой стороны, ну, это ночью. Чтобы не было видно. Да. Вот видите, дети и женщины на предприятиях. Видите, дети, да? Ремонтируют и строят оружие. Делают боеприпасы. То есть, вот вы сейчас ходите в школу, а ваши сверстники 75 лет назад ходили на завод и делали боеприпасы для войны. То есть, воевали точно таким же образом с фашизмом. Вот видите, на станках дети работают, пулеметы чинят, боеприпасы. Обратно вернись, а копы там вырывали. Да, копы рыли. Вот. Есть еще такая легенда, ну, не легенда, а реальный факт, да? В городе расплодились крысы, грызуны и мыши, да? И для борьбы с этими крысами и вообще грызунами по всей России собрали кошек. Кошек собрали. И прибыло 4 вагона кошек специально в Ленинград привезли для борьбы с этими грызунами. Порода дымчатой кошки. Специальная порода. Это специальная порода дым из Ярославля, да? Вот, 4 вагона. Специальная порода прибыл. Понятно? То есть, вот такой... Помните, пока наши стучатся сердца, пока мы с вами едины, мы с вами непобедимы. Это нам передали с вами наши деды и прадеды. Сейчас Марина Вадимовна дальше. Да? Она уже четвертая, гибридная. Третья была холодная, а сейчас идет гибридная, информационная. Вот вы компьютер берете, там на вас ужасы такие лежат. А это есть образы фашистов. Называется информационная война и так далее. Это отдельный разговор, если пригласить, мы вам расскажем. Вот такие сверстники, ваши сверстники, наместники, которые тоже так сказали, заговорили. И поработали на заботе, на заботах. И захороняли оружие, да, потому что они помогали. Рыли ополки, траншеи. Где вы можете посмотреть, да, и все записи, дедники, которые сохранились. То есть на них Юра Ревенки. Он механен тем, что подросток борется сам с собой, чтобы остаться человеком в человеческих условиях. Каждый день Юра полил Бога дожить до эвакуации, о которой он мечтал. Но силы, чтобы дойти за эвакуационного пункта у него уже не было. Его мама смогла спасти его сестру, последетнюю Кирину. Значит, вот записки Юры, да, 8, 9 и 10 ноября. Это пишет мальчик, да, делится то, что было на самом деле. Засыпая каждый день, вижу во сне хлеб, масло, пироги, картошку. Да еще принесла мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусочек хлеба, да. То есть тот поёк, который выдавался на суще. Маленький, маленький кусочек. Сталой бялой, слабой, пишу, а ровный дрожат. Иду, а в коленях такая слабость, что кажется шаг вступишь и больше уже не сможешь идти. Учитывая последняя запись на книге, боюсь, что я на дневник этот придется мне закончить, чтобы на последней странице написать своему карьеру. И уже кто-нибудь будет читать другой. Теперь я мало заботиться о себе. Сплю, одетый слепка, проколаскиваю на лицо. Руки мыло не мою, не переодеваюсь. Я жму в голоде, в холоде и следи Бог. Почитаете ли я? Почитаю. Это заметно то, что пережили ваши родители. Можно я? Эх, как хочется спать, спать и есть. А что же еще человеку надо? А будет человек сыт и здоров, ему захочется еще чего-нибудь. Месяц тому назад я мечтал о хлебе с маслом, с колбасой. А вот теперь мечтаю уже только об одном хлебе. Очень известен дневник Тани Савичевой. У Тани Савичевой погибла вся семья. И Лена этот дневник вела каждый день, отмечая. Вот здесь мы видим. Женя умерла в день такого-то, во столько-то утра, 41-го года. Бабушка умерла 25-го января 42-го года. Лека умер от мороза, такого-то, столько-то 42-го года. И далее, и далее, и далее, и далее. Перечисляет всех, кто всю свою семью. У ребенка рисунки гробы, смерть, еда, холод, взрывы, пожары, спасение, выживание. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Россия, Родина, Победа. Здесь мы видим, что мир с вами непобедимый. Ребята, на заднем фоне. Габриэла. Смотрим. Смотрим. Внимание. Ребята, на заднем фоне. Ребята, вы поняли, что надо прийти домой и восстановить обязательно свою историю. Ребята, на заднем фоне. Ребята, на заднем фоне. Ребята, на заднем фоне. Ребята, на заднем фоне. Ребята, на заднем фоне.